Всем привет! С сегодняшнего дня в Южной Корее выходные дни, которые продлятся до 24 числа и посвящены они корейскому новому году или как еще говорят новому году по восточному календарю. И в связи с этим хотим поделиться с вами рецептиком вкусного морковного тортика, который надеемся понравится не только вам, но оценят также все зайки. И как всегда детальный пошаговый рецепт в описании к данному видео. И для начала рубим на небольшие кусочки подсушенной на сухой сковороде 150 грамм грецких орехов. Затем на мелкой терке натираем 220 грамм сочной сладкой морковочки. Ну и соединяем 280 граммов просеянной муки, 5 граммов разрыхлителя вместе с щепоткой соли, 4 грамма сотой, 1 чайную ложку корицы и все перемешав до однородности добавим грецкие орешки. Для коржей берем 3 яйца и соединяем со 100 граммами белого сахара и 100 граммами коричневого сахара. По желанию можете взять только белый сахар. И взбиваем на высоких оборотах миксера около 10 минут до посветления и пышности. Далее добавляем 130 миллилитров растительного масла и снова все будем перемешивать до однородности. Теперь натираем цедру одного апельсина, 60 миллилитров апельсинового сока, 220 граммов морковочки и все хорошенько перемешиваем до однородной консистенции. Ну а теперь в два приема добавляем сухие ингредиенты. Тесто должно получиться консистенцией густой сметаны. Теперь наше тесто разливаем по 610 грамм в две заранее подготовленные формы диаметром 20 сантиметров. И распределив наше тесто по форме, убираем в разогретую до 170 градусов духовку на 25-30 минут. Ну и как всегда обязательно проверяем наши коржи на готовность. Края аккуратно от формы отделяем, сверху решеткой покрываем, переворачиваем, все излишки убираем. И полностью все остужаем. Вы только посмотрите какие они мягкие, так и хочется их съесть, но придется немножко еще поработать. Теперь когда они полностью остыли, накрываем их пищевой пленкой и убираем на 3 часа в холодильник. А тем временем из ингредиентов комнатной температуры подготовим вкусный апельсиновый крем-чиз. Берем для этого 130 грамм мягкого сливочного масла, 150 грамм сахарной пудры. И немного перемешав данные ингредиенты лопаточкой. Перейдем к миксеру, на средних оборотах которого будем взбивать до побеления и пышности. Далее к полученной массе добавим 200 грамм густой сметанки и 550 грамм сливочного сыра. И теперь все будем взбивать до однородности, чтобы не было комочков. В итоге у вас должна получиться масса вот с такой консистенцией. Теперь добавим цедру одного апельсина. Также добавим в 2-3 приема свежевыжатый апельсиновый сок. Избиваем миксером вот до такой консистенции. А чтобы наш мягкий крем стал немного плотнее, уберем его в холодильник на пару часов. Убрав с коржей все лишнее. Сделаем отметочки и разделив пополам, превратим 2 коржа в 4. Ну и не забываем в процессе наслаждаться красотой и мягкостью наших коржей. Ну и теперь, немного перемешав наш апельсиновый крем чейс, посмотрите только какой он стал плотненький. Аккуратненько перекладываем его в кондитерский мешочек. И теперь переходим к сборке. В заранее подготовленную форму укладываем наш корж. Фиксируем кольцо. И сверху смазываем кремом. Хорошенько выравниваем наш крем и сверху покрываем коржом. И далее повторяем весь процесс. Теперь сверху покрыв пищевой пленкой в контакт, уберем в холодильник на ночь для стабилизации. Ночь прошла и теперь мы убираем все лишнее с нашего тортика. Поправляем наш крем. Оставшийся кремом покроем бока и будем украшать по собственному желанию. Мы украсили измельченными грецкими орехами, сверху ягодками и посыпали немного сахарной пудрой. И вуаля, у нас получился бесподобный, нежный, мягкий, ароматный морковный тортик. Ну что ж, давайте теперь перейдем к самому главному, к дегустации. Вы только посмотрите, какие влажные, нежные у нас получились коржи. И все это благодаря морковке. А как это вкусно! Грецкий орех, апельсиновый крем-чиз. Ммм, просто невозможно остановиться. Всем приятного аппетита! Спасибо вам за то, что вы с нами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok